О периодическом законе эти ребята знают не понаслышке. В юбилейный 10-й раз в стенах химико-технологического университета для школьников со всего региона провели конкурс юных химиков. Ставший уже традиционным, ежегодный проект позволяет учащимся выходить за рамки школьной программы, работать над собственными исследованиями. Сейчас к нам приезжают ребята не только из всех городов, поселков Ивановской области, но приезжают и из других областей, из Владимирской, Ярославской, Костромской, из Московской областей. То есть конкурс приобретает такой межрегиональный и даже всероссийский характер. Самое интересное, конечно, презентация исследовательских работ. На стендах, а их в этом году более 80, юные химики представили свои изыскания. Эта работа посвящена чаю. Кофеина, как и в зеленом, как и в черном чае, примерно одинаковая. Но что зеленый, что черный чай, его добывают из одного сырья. Только черный чай, он не подвергается ферментации. То есть в нем содержатся все ферменты, которые были изначально. А в зеленом этих ферментов уже нету. И за счет того, что его пропаривают, нагревают, прожаривают. Коллективную работу представили ученицы 21 лице. Они обратились к истории химической науки, а именно к ее условным символам. Много веков назад ученые вместо современных H2O или CO2 использовали образы из живой природы. Все началось с алхимии. Алхимики описывали химические процессы, как петух пожирает лесу, но затем погруженный в воду и подгоняемый огнем будет поглощен лесой. На этом стенде народную пословицу «кашу маслом не испортишь» проверили и выяснили, что не любое масло одинаково полезно. Лишь один из пяти образцов отвечает требованиям ГОСТ. В некоторых образцах было повышенное содержание гидрированных жиров, в некоторых повышенное содержание поваренной соли, в некоторых повышенная кислотность и в одном из образцов отсутствовал витамин Е. Не осталось без внимания и тема здорового образа жизни. Через призму химии на проблему табакокурения обратил внимание школьник из Приволжска. Вред сигареты наносят не только людям, но и природе. В окурках содержится большое количество вредных веществ, таких как, например, тяжелые металлы, радиоактивные соединения, те же самые фенолы, которые негативно влияют на окружающую среду. По словам организаторов, конкурс юных химиков с каждым годом становится все престижнее, выходит за рамки Ивановского региона. Школьники готовят проекты, расширяют свои познания в науке и продолжают дело великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.